Большая часть земельных участков для многодетных, а их 99, расположена в районе села Верхнениколаевское. По ним уже завершены кадастровые работы. Перечень участков будет утверждена с сессией городского собрания 15 февраля. Ну а после публикации этого решения многодетные родители могут уже подавать заявление в МФЦ. Участки будут выданы и в поселке Вардане. Муниципалитетом планируется строительство дороги, и в связи с этим происходила процедура перераспределения. Также процедура к проведению кадастровых работ завершена. И ориентировочно в ближайшие 2-3 месяца по результатам этой процедуры будет образовано еще порядка 60 участков для предоставления многодетным. На заседании совета обсуждались итоги работы за прошедший год. Так, в 2016-м многодетные семьи курорта получили 46 земельных участков. Также были намечены планы на следующий год. Сейчас мы готовим документы о создании некоммерческой организации, сообщества нашего, чтобы мы были уже официальной единицей в городе, потому что и вопросов много, и предложений есть. И на самом деле жизнь многодетных заключается не только в выделении земельных участков. Хочется сделать фестиваль многодетных, хочется участвовать в социальной жизни города. Всего в городе зарегистрировано 4607 многодетных семей. Поддержка им оказывается как на краевом, так и на городском уровнях. Так, более 2500 семей, имеющих трех и более детей, получили меры социальной поддержки на 16 миллионов рублей с бюджета курорта. Школьники из многодетных семей пользуются льготами на питание. Таких более 5000. Они получают скидку 60 и 70 процентов на горячие обеды. Накануне учебного года более 500 детей получили в подарок школьную форму, которую предоставила общественная организация Лига женщин МОЗ Добра. А 1700 многодетных семей получили абонемент на посещение музеев, парков и кинотеатров. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.